SCP-374. Вещая гильотина. Класс объекта безопасный. Особые слои содержания. SCP-374 должен храниться в разобранном виде. Лезвие объекта следует держать отдельно от остальных частей устройства. После каждого использования его нужно чистить и полировать с помощью тканей для полировки оптики и неабразивного чистящего средства. Поскольку все части устройства очень старые, они должны храниться в помещении с контролируемой атмосферой. Лезвие следует содержать в помещении с противопожарной системой 2-го класса. Каркас в помещении с противопожарной системой 3-го класса. Свойство SCP-374 зависит от его изначального деревянного каркаса и металлического лезвия. Поэтому их необходимо сохранить. Другие части объекта – винты, болты, трос – могут быть заменены по мере необходимости. Каждое покипшее проявление SCP-374-1 следует хранить в формальдегиде в течение года, после чего его необходимо сжигать. Для создания SCP-374-1 нужно использовать только сотрудников класса D, за исключением чрезвычайных ситуаций. Все опросы SCP-374-1 должны начинаться с вопроса «Ты слышишь меня?», чтобы гарантировать ответ. Описание SCP-374 – это гильотина времен Великой Французской революции, сделанная из дуба и обладающая стальным лезвием. Если объект не используется, он не проявляет необычайных свойств. Если же использовать SCP-374 для отсечения головы живого человека, то появляется SCP-374-1. SCP-374-1 – это отрубленная голова, наделенная личностью человека, жившего во времена Великой Французской революции по именем Жан-Филиппе Оросом Донасьен Секречна. В течение примерно 35 минут после появления SCP-374-1 способен видеть, слышать и говорить. Также он обладает необычайной, хотя ограниченной формой осведомленности, которая позволяет ему правдиво отвечать на любые заданные вопросы. Стратегическое применение SCP-374-1 ограничено спорностью его высказываний и антипатии к фонду. SCP-374-1 убежден, что служащий фонда – злые убийцы, и может пытаться запутать спрашивающего, ввести его в заблуждение или сменить тему разговора. После окончания периода в 35 минут SCP-374-1 сначала теряет зрение, потом слух и в конечном счете становится неактивным. История. SCP-374 был изъят во время налета на базу клуба Маршал Картер и Дарк в 1923 году. После первого применения объекта фондом, SCP-374-1 сказал следующее. А, мои новые поработители. И я все еще говорю по-английски? Да. Вот правила моего существования. Во-первых, задайте мне вопрос, и отвечу на него только правду. Во-вторых, засекречено я вас и всех ваших матерей. Вы тираны, убийцы и рабовладельцы. Я ненавижу вас. Всегда помните об этом. Приложение SCP-374-1 начал отвечать на прямые вопросы истинными, но бесполезными выражениями, такими как «я не хочу рассказывать тебе об этом», «я ненавижу тебя», «я надеюсь, каждый, связанный с фондом, будет вечно гореть в аду». Подобное поведение можно обойти, просто сказав ему «это не имеет значения». Приложение «Из-за склонности SCP-374-1 начинать длинные философские рассуждения о свободе воли, парадоксах предопределения и теории хаоса не следует задавать ему вопросы о будущем». Протокол интервью «Засекречено» марта 2016 года. Доктор Засекречено, ты слышишь меня? SCP-374-1. Разумеется, я слышу тебя, тупое ругательство. Какого ругательства нужно вам? Ругательство из фонда. На этот раз, Жан-Филипп, где мои ключи? Жан-Филипп, я нравлюсь этой тупой ругательством из-за столовой. Жан-Филипп, сколько будет 58 умножить на 23? Доктор Засекречено, как и почему твое сознание связано с этой гильотиной? Каким образом и почему ты вынужден давать правдивые и информативные ответы на вопросы, которые мы задаем? SCP-374-1. Мне не позволено отвечать на вопросы, касающиеся этих тем. Хорошая работа, ругательство. Ты загубил человеческую жизнь, чтобы узнать об одной из немногих вещей, о которой я не могу рассказать. Ты ругательство монстр. Субтитры создавал DimaTorzok